Я говорю от имени человечества. Итак, доктор Найк, так как вы были... Можешь назвать своё имя, пожалуйста? Да, я Чирак. И, пожалуйста, не спрашивайте о моей религии. Доктор Найк, так как вы родились в мусульманской семье, и вам была предписана ваша религия, поэтому сегодня вы продвигаете ислам. Возможно, если бы вы родились в индуистской семье, то с большей вероятностью вы продвигали бы индуизм. Я чувствую, что это экстремальный случай этноцентризма. Этноцентризм — это когда вы чувствуете, что ваша религия, культурные убеждения и идеи являются высшими. Вот почему вы сказали, что цикхизм или Арьясамадж или любая другая религия, которая отказывается от идолопоклонства, поддерживается вами. По моему мнению, мы должны обсуждать более широкую религию гуманизма, а не жонглировать и нести бред здесь. У вас есть какие-либо комментарии или оправдания? Брат задал очень хороший вопрос. Он сказал, потому что я родился в мусульманской семье, поэтому я продвигаю ислам. И может быть, если бы я родился в индуистской семье, я бы распространял индуизм. И он сказал, что я поддерживаю Арьясамадж и сикхизм, потому что они сходятся с моей точки зрения, и что я жонглирую здесь, и что я должен говорить о более широком аспекте религии гуманизма. Это очень хороший вопрос. Да. Брат, я согласен с тобой, что до 19 лет я был мусульманином, потому что мой отец был мусульманином. Но после 19 лет я начал изучать сравнительное религиоведение. Теперь я мусульманин по своему выбору. И поверь мне, если ты можешь указать мне на какую-либо религию лучше, чем ислам, я готов принять эту религию сегодня. Сегодня. Сэр, я продвигаю религию гуманизма. Я приду к этому. Да. Я приду к этому. Да. Я говорю, если кто-нибудь докажет мне логически и научно, что какая-то религия лучше, чем ислам, я готов принять ее. Ты говоришь о человечестве и гуманизме. Кто написал эту религию? Махатма Ганди или кто? Я тебе скажу, что мусульманин не может быть мусульманином, если он не будет хорошим человеком. Но каждая религия так говорит. Так говорит каждая религия. Брат, позволь мне закончить мой ответ. Да, сэр. Ты здесь, чтобы услышать мой ответ или чтобы высказать свое мнение. Я хотел бы иметь здравую дискуссию и перейти к логическому выводу. Брат, это не время для дебатов. Нет, я так не говорил. Тогда дослушай мой ответ. И после него ты можешь сделать свой комментарий. Хорошо, пожалуйста. Дай мне закончить. Если ты продолжишь перебивать, это значит, что ты не слушаешь мой ответ. Продолжайте. Слушай внимательно. Да. Но если что-то происходит у тебя в голове, как ты будешь слушать? Когда ты зачитывал свой вопрос, «Разве я перебивал тебя?» Пожалуйста, продолжайте, сэр. Разве я перебивал? Нет, вы не перебивали. Пожалуйста, продолжайте. Ты все записал и задал свой вопрос. И когда я даю ответ, просто слушай. Да, я слушаю. Тогда почему ты делаешь свои комментарии? Прошу, продолжайте, сэр. Дайте мне ваше оправдание. Если ты будешь слушать мой ответ, ты поймешь. Иначе, все эти сто тысяч человек будут слушать один и тот же вопрос несколько раз. Я говорю как врач. Человек не может сосредоточиться на двух разных вещах. Сначала послушай ответ, а после ответа говори «нет проблем». Ты говоришь о человечестве. Сначала ты сказал «не спрашивайте меня о моей религии». А потом ты говоришь, что продвигаешь религию гуманизма, человечности. Сначала тебе было стыдно определить свое мировоззрение. И потом ты говоришь о человечности. Я задаю вопрос. Кто написал эту книгу под названием «Человечество» или «Человечность»? Есть ли у нее инструкция? Я говорю тебе, что мусульманин не может быть мусульманином, если не будет хорошим человеком. И каждая религия не говорит этого. Мне жаль говорить это, но ты не изучал другие религии. Я могу выступить с докладом. Я могу привести тебе цитаты из Вет и цитаты из индуистских священных писаний и цитаты из Библии, которые идут вразрез с человечностью. Но я здесь не для того, чтобы критиковать религии. Если ты не изучал какие-либо религии, пожалуйста, не говори того, чего не знаешь. Коран говорит, спросите обладателей напоминания, если вы не знаете. Сура Анахаль, глава 16, аят 43, и Сура Амбия, глава 21, аят 7. Если ты не изучал сравнительное религоведение, пожалуйста, не делай таких утверждений без знаний. Я могу привести тебе цитаты из Библии, которые идут против человечности. И я бросаю тебе вызов привести хотя бы один аят из Корана или одно учение пророка Мухаммада Мириму, которое идет против человечности. Так что не говори мне, что каждая религия говорит это. Извини, но твои знания очень слабы. Я пытаюсь сказать тебе, человечность, может, имеет второй стандарт. А я говорю тебе не только о прохождении школы, но говорю тебе об окончании высшего уровня университета. Ислам означает более высший уровень. Тогда как человечность или гуманизм находятся на низком уровне. Ни один мусульманин не может быть мусульманином, если он не является хорошим человеком. Я бросаю тебе вызов привести хоть одно учение ислама, которое направлено против человечности. Возможно, ты не знаешь логическую причину, по которой ислам продвигает это учение. Или ты просто можешь думать, что это против человечности. Я бы не говорил, «О, мне больно, когда доктор делает мне укол. Но этот укол полезен для тебя». Я не хочу, чтобы хирург делал мне разрез на животе. Но он делает это, чтобы спасти тебе жизнь. Поэтому доктор знает, а ты не знаешь. Если у меня есть два варианта — получить квалификацию низшего стандарта и высшего стандарта, я бы предпочел получить квалификацию высшего стандарта. Человечность — это хорошо, но ислам намного лучше этого. Что касается твоего вопроса, что я продвигаю ислам, потому что я родился в мусульманской семье. Я уже говорил, я бросаю вызов любому. Если кто-нибудь докажет мне, что есть религия лучше, я приму ее. Я изучил большинство основных религий. И я думаю, что ислам является наиболее логичной и научной и лучшей религией для человечества. Это единственная религия, которая имеет решение для человечества. Аллах говорит в Суре Аль-Амран, глава 3, аят 19. Воистину, единственной приемлемой религией у Аллаха является ислам. И для твоего сведения, твой аргумент очень слаб. Знаешь ли ты, что из 30 ученых, которые у нас есть из разных уголков мира, более 10 из них не родились в мусульманских семьях? Знал ли ты это? Я хотел бы услышать ответ. Знал ли ты, что из 30 человек, говорящих со цены, более 10 не родились мусульманами? Знал ли ты это? Сэр, я говорил, может быть. Я задал тебе вопрос. Знал ли ты это? Нет, я не знал. Тогда весь твой аргумент рухнул. Из 30 спикеров из разных уголков мира, более 10 из Америки, четверо из Канады, немногие из Великобритании, есть из Малайзии, у нас есть двое из Саудовской Аравии, и из Сомали, и из Судана. И более 10 родились в немусульманских семьях. Они выросли, и некоторые приняли ислам в подростковом возрасте. Некоторые приняли ислам после 20, а некоторые после 30. Аллах дал им хидая. Они мусульмане по своему выбору. Так что твоя логика, потому что мы родились в мусульманских семьях, поэтому мы продвигаем ислам полностью разрушенно. Эти люди не родились в мусульманских семьях, но они родились в христианских семьях, они родились в немусульманских семьях. Но все же они продвигают ислам. Почему? Потому что они узнавали, они изучали другие религии, и они обнаружили, что ислам это лучшая религия для жизни. Я посоветую тебе изучить гуманизм и изучить ислам. И попробуй выяснить, в каких местах ислам противоречит гуманизму. И тогда ты узнаешь, какая лучшая религия. Я не спрашиваю твою религию, но я прошу тебя принять лучшую религию и лучший образ жизни. И единственное решение для человечества это ислам. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший ютуб-канал под названием «Поистине». На нём наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. И также у них есть своя новостная лента. Братья и сёстры, давайте вместе поможем их каналу развиться. И в этом, иншаллах, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии.